Здравствуйте студенты! Предмет у нас материаловедение. Лабораторная работа номер 9. Склеивание древесины. Цели урока. Вы должны знать физические, химические, биологические свойства клеев. Понимать различия в области их использования для склеивания древесины. Уметь выбирать клей в соответствии с технологическими требованиями. Выполнять процесс склеивания древесины. Критерии оценивания. Знать требования, предъявляемые к соединениям, выполненным склеиванием деталей. Значения условий, при которых применяются те или иные виды клеев. Понимать физические, химические свойства различных видов в области и способы их применения клеев. Выполнять доведение клеев до рабочего состояния. Наносить ровным слоем на всю поверхность. Уплотнение клеевого шва. Составлять карты и схемы технологических процессов. Клей жадно поглощает влагу из воздуха, поэтому его необходимо хранить в сухом помещении. А клеевой раствор готовят только на один или два дня. И остаток его держать при пониженной температуре. Чем клее больше глютина, тем больше он поглощает воздух. Например, мездровый клей впитывает себя в 6-10 раз больше воды, чем его собственный вес. Косный в 3-7 раз. Для полного набухания клея требуется от 12 до 24 часов. Решающую роль играют физико-химические силы. Связи между клеем и древесиной. Пористая же древесина, хотя и оказывает влияние на прочность склеивания, но играет далеко не главную роль. Толщина клеевого шва имеет большое значение. Наилучшая прочность склеивания получается при толщине 0,08-0,15 мм. При более толстых швах прочность склеивания понижается. Слой клеевого раствора кистью наносят равномерно на обе поверхности, подготовленные к соединению. Процесс открытой пропитки, то есть время от момента нанесения клея до соединения деталей продолжается в течение 2-5 минут. Такое же примерно время требуется и для закрытой пропитки, когда детали соединены пока без наложения пресса. Далее в течение 3-5 часов соединенные детали должны быть под прессом. После снятия давления процесс схватывания клея продолжается, поэтому необходимо отдать выдержку при ручной обработке в течение 18-24 часов и при механической 24-48 часов. В помещении, где производится склейка деталей, температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 25 градусов Цельсия, а температура склеиваемой древесины не ниже 15 градусов. Затем детали сжимают струбцины и выдерживают до полного затвердения клея. Обычно это происходит в течение 24 часов. Вот она струбцина у вас для склеивания древесины. После освобождения деталей от зажимов клеевые соединения выдерживают еще в течение 12-24 часов, что придает соединению еще большую прочность и лишь затем приступает к зачистке изделия. С каждым годом все меньше и меньше применяется в строительстве цельная древесина, ее заменяет клееная. Все достоинства и преимущества клееного бруса объясняются процессом его производства, состоящего из нескольких стадий. Клееный брус все активнее используется при строительстве в нашей стране. Его применяют даже для возведения большепролетных зданий, спортивного, развлекательного и торгового назначения, аквапарков, бассейнов, катков и складских комплексов. Преимущества технологии строительства домов из клееного бруса. Прочность домов, которые сделаны из клееного бруса, почти на 60-80% повышает устойчивость конструкций, сделанных из цельной древесины. Дома, построенные из клееного бруса, отличаются безупречностью внешнего вида и отличным качеством поверхности. Перед склейкой во все время производства материала из древесины с особой тщательностью удаляются разные дефекты, сучки в частности. Заготовки обязательно подбираются по цвету и текстуре. Независимо от того, какого качества будет исходное сырье, круглая древесина, поверхность материала получается идеальной. Если строительство дома ведется из отдельных бревен, то поверхность все равно не будет безупречной, какой бы хорошей подгонкой ни была бы. Вот у нас готовый брус и это дома, возведенные из этого бруса. Одним из важных преимуществ строения из клееного бруса является стабильность геометрии и размеров. Потому как клееный брус изготавливают из высушенного сырья по прошествии долгого времени ни размеры, ни формы конструкции не меняются. Клееный брус усадки не дает. Теплотехнические характеристики являются важнейшим достоинством любой постройки из клееного бруса. Расходы на отопление в 8-12 раз меньше затрат на отопление того же кирпичного дома. Вкладывать утеплитель между клееными брусами нет надобности, потому что они собираются при сборке довольно плотно. Дождевая вода также не имеет возможности попасть между ними, поэтому гниение полностью исключено. Технологии изготовления клееного бруса. Для изготовления наиболее часто применяются хвойные породы. По своим качествам и цене они считаются универсального применения. Использование более дорогих пород древесины довольно редкое явление. Цена закупки клееного бруса из твердых пород очень высокая и недоступна большинству застройщиков. Но и такие материалы находят своих покупателей. И так обеспечение влажности пиломатериалов должно быть в пределах от 10% плюс-минус 2% и снятие внутренних напряжений. Получение заготовки необходимой ширины, то есть распиливаются бревна или брус на необходимые заготовки. Устранение покоробленности и кривизны заготовок для уменьшения припуска на дальнейшую обработку отрезка торцов и заготовок с трещинами после сушки. То есть отрезаются небольшими ламелями, потом они склеиваются. Вскрытие дефектов заготовок и обеспечение базовых поверхностей для последующей обработки. Вот вы видите, значит, как срезаются заготовки лишние, какие-то, ну, может быть, шероховатости, неровности. Получение бездефектных заготовок с вырезкой всех дефектов в соответствии с ГОСТом для изготовления трехслойного оконного бруска по ГОСТ. Нарезание на торцах заготовок зубчатых шипов, нанесение клея толщиной 0,1-0,3 мм на шипы и сращивание по длине бездефектных заготовок в ламель с торцовкой в размер. То есть вот здесь склеиваются зубчатые шипы сразу уже в размер, заготовливаются по размерам. Продольное фрезерование с целью снятия наплыва в клее, ступенек между заготовками, получение точной геометрических форм и высокой частоты поверхности пластей в пределах 200 микрон для склеивания по пласти. То есть склеиваются по ширине. Нанесение клея толщиной 0,1-0,3 мм на плоские поверхности ламелей для дальнейшего склеивания. Это автоматическое нанесение клея на поверхности ламелей. Ориентирование ламелей перед склеиванием по качеству в соответствии со стандартом склеивания обработанных ламелей по пласти на гладкую фугу с целью получения трехслойных высококачественных клеяных оконных брусков. Прессованием с равномерно распределенным усилием для исключения непроклеенных мест разнотолщинности клеевого шва. То есть клеевой шов должен везде быть равномерным. Продольное фрезерование бруска с целью снятия наплыва в клее после склеивания по толщине ступенек между склеиванием плетьями. Получение точной геометрической формы и частоты поверхности не более 200 микрон по ГОСТу. Вот вы видите снятие наплыва в клее, фрезерование. Формирование готового бруса на заданные размеры по длине. То есть идет торцевание на круглой пиле. Упаковка готовых изделий в пленку для отправки потребителю. То есть готовые изделия упаковываются и отправляются по месту строительства. Техника безопасности. При склеивании древесины необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности. Пол на рабочем месте должен быть ровным, не скользким, чистым от клея. Клеянки и другая посуда для клея должны иметь устойчивое основание, исключающее возможность опрокидывания. При работе клеями из синтетических смол, кроме общей цеховой усиленной вентиляции, должны действовать отсосы воздуха, смес склеивания и камеры с вытяжным устройством для приготовления клея и мытья загрязненной посуды. Столеры-склейщики должны работать в резиновых перчатках и прорезиненных или кожаных фартуках. Перед работой и после работы, особенно в случаях применения синтетических клеев, полезно смазывать лицо и руки вазелином с ланолином, чтобы предохранить кожу от действия вредных веществ, входящих в состав некоторых клеев. Закрепление материала. Какие способы соединения древесины тебе известны? В чем заключается технология склеивания? От чего зависит прочность склеивания? Какие приспособления применяют для уплотнения мест склеивания? Как организовать рабочее место при склеивании? Какие правила безопасного труда следует соблюдать при склеивании? Удачи вам в выполнении задания! Продолжение следует...